Приветствую всех на WallStreetOnline Каждую пятницу в 20.00 мы собираемся по этой ссылке И рассматриваем с точки зрения объемного анализа профильного и фундаментального Так, Виктор напомнил про обзор нескольких акций российских компаний Окей, хорошо, точно помню, да Есть одна интересная компания, я вам покажу ее Вот, кстати, смотрел на сайте биржи Moex, какие есть инструменты, возможно, которые я не знаю И начал искать разного сектора индексы, смотреть, как они формируются, из чего состоят, расчет как производится И оказывается, раньше был индекс, который уже как бы все забыли И он формировался в компании Reuters вместе с российской биржей Кажется, он называл тикер RDX или RTX Вот, и есть еще один индекс, обязательно я попробую о нем более детально рассказать На следующем WallStreetOnline Который до сих пор рассчитывается и он даже котируется на Венской бирже Каким-то образом, там очень большой оборот ликвидности проходит То есть, европейская компания, биржа рассчитывает свой индекс российских компаний С своей точки зрения Считают они, что RTS не объективный Ну, соберу информацию побольше про этот индекс Достаточно интересно его исследовать Итак, про новости Так, ну, на этой неделе важное событие состоялось И очень хорошо, что это прошло все спокойно, тихо и без Каких-то очень нестандартных вещей Выбрали, выбрав без выбора, как говорится Ну, Трамп теперь входит на престол И хорошо ли то ли и плохо, не ждите от меня никаких комментариев Я просто не знаю даже этого человека Точно так же, как и вы, совсем недавно узнал Ну, Трампа я слышал про достижения Ну, я читал его краткую биографию в Википедии Там есть такая абсолютно незаметная фраза Даже одно предложение Причем его так написали, как бы, чтобы никто даже не обратил внимания У него были проблемы с воспитанием в подростковом возрасте Его отправили даже в какой-то специальный интернат Чтобы он там пришел в себя Вот, так что, возможно, какие-то психологические отклонения Ну, в общем, даже в Википедии написано Попробуйте зайти, почитайте Там одно предложение, всего лишь это очень сильно Нет, он не учил Ну, в общем, какой-то буйный он был Ну, такое дело Старшая дочь, имя у нее Иванка Кстати, достаточно славянское имя Поэтому, возможно, корни Ну, будем надеяться, что это очень хороший для нас знак Так, на следующей неделе В понедельник Китай По объему промышленного производства ВВП Япония в 2 часа ночи с 50 минут Торник Отчитывается по ВВП Германия в 10.00 Как раз вот на открытии российской биржи Индекс потребительских цен Индекс экономических настроений по Германии В час дня И потом вечером штаты по розничным продажам Они вот под Новый год будут только набирать обороты В среду из важных Британия по безработице считается Это в районе 12.30 Потом, это среда И в среду запасы сырой нефти по штатам Четверг у нас из таких прям интересных Это штаты Число выданных разрешений на строительство И индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия Ну из строительства Разрешений на строительство Сезонно этот показатель осенью падает Зимой еще больше падает Потому что никто Перед зимой строить ничего не собирается В основном это делают весной Вот в конце зимы Число выданных разрешений на строительство Если будет низкая тогда Это пахнет Снижением экономики Ну в общем-то спокойная неделя По сравнению с текущей будет Поэтому можно более-менее Ровно поторговать И в результате уже Выборов Рынки потихонечку я думаю Начнут выходить на Какое-то направленное движение Тенденцию И там уже Новогодние праздники буквально на носу Поэтому Вполне может СНП Не Испортить традиции И до Черной пятницы Даже не до Черной пятницы А до Рождества Может потихонечку идти на Север Вот такие могут быть Приятные бонусы Вот Даже фьючерсного контракта На индекс Ну в общем по новостям На следующей неделе Тихо и спокойно Так В начале декабря Планируется Курс Все Платформа Вофикс От А до Я Это если Для новеньких у нас есть И Не разобрались еще с платформой То есть все нюансы Настройки деталей Так 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 Хотел показать вам Как выглядит Сетка по Планете За Вот эту неделю Которая была Как мы видим Радостно Отреагировали Практически Все Цивилизованные страны И Даже Австралия Все На позитив Ушли На покупку Буквально Колумбия Бразилия Мексика Больше всего Расстроилась Там стену Собирается Он строит Трамп Вот Ну И еще Какой-то Бритиш Американ Табак Ну Англия Очень хорошо Отреагировала Прям позитивненько Швейцария Еще Лучше Франция Неплохо Ну Китай Более-менее В нуле Там Баба Или Баба Немножко просела Старали Тоже хорошо Это за неделю То есть Ну За последние Три месяца Вот если брать В районе квартала Ну Планета Выглядит так себе По фондовому рынку В основном Просаживаются Если брать По штатам То Финансовый сектор Тут Плюс 26 Банк оф Америка Только Чего стоит Джи Пи Морган Вот они Вот они Конгломераты Монополисты Шеврон Плюс 6 Хомка у нуля Кстати Вот Это за последние Три месяца В общем Картину За Уже половину А то и более Декабрьского контракта Выглядит так Скудненько Ну Но 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 Я на самом деле Думал Будет больше В Ралли И Ну Будут Перед выборами Уже сбрасывать Жестко Позиции Перестраховываться Ну Как Видите Все Тихо Спокойно И Без Инцидентов Кстати Помните Я неоднократно Говорил что Читаю уже Второй год Подряд Отчет По опросу Экономистов Американских Из Институтов И Колледжев И Академий Потом Управляющих Там Хэджифондов Вескомпании Чего они ждут В Этом году В следующем То есть Этот отчет Публикуется В январе Вот в январе Было В этом отчете Написано Что будет Президент Трамп Помните Никто не помнит Я вот Жду Не дождусь Как Почти половина Того что там Написано было Все Осталось Только еще Меркель Покинуть Престол Пост Ну я думаю Это вполне Может произойти До После Инаугурации Трампа Обычно Тогда Президенты Съезжаются Поприветствовать Обсудить Ихние Взаимоотношения И Меркель Тоже Не исключение Потом Может ей Не понравится Ихние Взаимоотношения Она может Покинуть Перестол Ну Надеемся Что не уйдет Так Существенная Модернизация Я думаю Что в первую очередь Трамп Модернизирует Все Возможные Элементы Которые Касаются Его бизнеса Это в любом случае Да и в принципе Это Интересный человек Надо будет О нем почитать Порядка 18 Или 16 Книг Он уже Издал Кто-то Читал Хоть Хоть одну Надо будет Прочитать Как раз На выходных И так Вот собственно Так Выглядит Президентские Выборы На СНП Ликвидность 9 числа Было Почти 4 миллиона 8 3 То есть Вот эти Два Псевдо Волатильных Участка Это Взбрасывали Наверное Даже Позиционщиков Всех Выбросили До 20 30 20 40 Буквально И на Следующий День Возврат Обратно То есть Волатильность Гипервысокая Для СНП И Как по мне Не Объяснимая 47 Тон Кто-то На 20 29 Вышел Видимо На самом Миниме Вот за ними И гнались Так Выделим Основные Уровни Которые В результате У нас Образовались И Слушал Аудиокнигу Трампа Выбрать Недлежимость Для Сайфорента Заключать Сделки Это Если Не Ошибаюсь Искусство Заключать Сделки Одна Из Первых Книг Еще Молодой Он Был Отличное В плане Написано Хорошо Либо Полезные Какие-то Вещи Есть Либо Вообще Просто Как Роман Лет 10 Назад Считал Ну Трампу 70 Вот Выглядит Он Вроде Бодренько Полезно Интересно Ну Хорошо Тогда Почтем Просто Интересно Не более того В молодости Трамп Если Не Ошибаюсь Продолжил Ремесло Отца Он Тоже Был Не Слабым Человеком По Недвижимости Возможно Я Неправильно Трактую То Что Было Написано Википедии Ну Как бы Не на пустом Месте Вроде Как Звук Как Из Подвала Так Ядро Контракта 21 21 И 21 41 Второй День На максимуме Пока Застыл Индекс И Это Не Не Может Не Радовать Это Говорит О том Что Байера Еще Пока Есть И Сильник Дисбалансов Со стороны Селлеров Пока Не Обнаружены Ну Будем Фиксировать На Макушке Контракта 21 59 21 69 Так Ориентирный Уровень Желательно На следующей неделе Его пройти Выше И Стать На восходящую Тенденцию Хотя Разное Есть Мнение Слуки Разговоры По поводу Какую Политику Будет Продолжать Трамп Что С нефтью Будет Вот Поэтому Можно На выходных И В понедельник Вторник В фейсбуке Либо же На сайте Такие Дискуссии Поделиться Информацией Что Кто Знает О политике Какой Будет У Трампа И Какие Есть Источники Информации Так Поддержка 2080 2088 Непосредственно Самая Контрольная И Последний Блокпост Объемы Которые Здесь Были По большей Степени Будут Использоваться Как Ориентирные В качестве Технического Анализа По Открытому Интересу СНП Да Кстати На баром Графике Отец Оставил Трамп 8 Миллионов Не Помню Кто Сказал Где Это Слышал Есть Такая Фраза Не Спрашивайте Меня Как Я Заработал Первый Миллион Давайте Я Вам Расскажу Как Я Заработал Второй Третий Генрифор Точно 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 Генрифор Да Хороший Человек Разумный Так Значит Открытый Интерес Никуда Не Пропал Кто Расстроился Либо Испугался Что он Исчез Его Просто Перенесли Настройки В Общую Гистограмму Нижнюю Там Вы Можете Включать Открытый Интерес Плюс Еще Комбинировать С дополнительными Гистограммами Объема Дельты И так Далее То есть Можно Это Все Сочетать Вот В таком Формате Дельта Объем И Даже Трейды Есть Количество Сделок За День Как Видите 9 Числа Было Не Может Быть Да 1.408.000 Сделок Вернее Трейдов Так Открытый Интерес Как Видите С 6 По 9 Был На Снижение И Уже С 2.896 Вчера Было 2 1.934 Тысячи И Сегодня Чуть Чуть Зафиксировали Оно И Понятно Особенно Те Кто Зашел В районе 20 40 20 50 Зафиксировали Вы Точно То есть Нормальная Просадка По Открытому Интересу Несущественная И Запланированная По Дельте 7 Байеры 8 Байеры Вот Это Показатель Насколько 9 Сбросили По Стопам И 15 Тоже Байеры Пока Вот Все Соответствуют Динамике И Скажем Нестыковок Относительно Динамики И Дельты Не Видно Значит Так Вот Такие У нас Точки Ну Сейчас Пока Рынок Спокойный Потому что Банки Закрыты Сегодня На Штатах А Рынки Открыты Вот 5800 Выделить 2600 И Тут Вот 6000 Плюс Там Еще Наверху Четверка Ну В принципе Этот Весь Коридор Сейчас Выделю 271 По 2158 Это Как Ориентирный Не То То Желательно Удерживать Цены Выше Этого Коридора Для Проложения Тенденции Если Будут Резкие Просадки Ниже 2140 Осторожнее Возможно Пересмотрели Восходящую Динамику Участники Ну По дельте Пока Все На Север И На 15 Таймфрейме Мы Сейчас Выделим Спекулятивные Уровни Основные Массивы Объемные Чтобы Можно Было С ними Таймфрейме Вот Так Вот такая Вот Волатильность Как видите Все это Было Вечерком И Объем 9 числа На открытии Биржи Был 340 Тысяч За 15 Минут То есть Сразу С открытия Начали Американские Биржи Грузить Ликвидность И В этот Коридор Можно Смело Брать В качестве Уровня Поддержки То есть Контрольный Уровень То что Загрузили После Выборов На 9 Числа Я думаю Точно Необходимо Взять Для На Мониторинг И Пока Не пробьют Этот уровень Еще Есть Шансы На Продолжение Вот Этой Прекрасной Восходящей Динамики Плюс У нас Новогодние Праздники Поэтому Вполне Может Такая Схема Сценарий Пройти Вот Как раз По Сопротивлению Тут Более Интереснее Обратите Внимание 10 Числа По Фильтрам Плотно Шли До 11 Часа С Ликвидностью Видите То есть 9 Просто Все уже Готовы были С открытия Покупать А здесь Тоже были Неплохие Объемы И 240 Тысяч Но Это Все Длилось До 11 Часа После Открытия То есть Очень Повышенная Активность И Ликвидность Соответственно Поэтому Вот Пока Еще Пятница Не прошла Вот Эту Самую Нижнюю Точку Но Грузили Они Достаточно Так Тоже Волатильна Как Для Стандартной Нормальной Сессии Это Достаточно Такой Неспокойно Был Четверг И Основную Сейчас Поддержку Выделил За Несколько Дней Ну Среду И Четверг Там Неплохо Оставили По Объемам Вот Здесь Закрытие Было И Сейчас На всякий случай Вот здесь Такие Точечные Крупные Объемы Проходили Это Было На Открытие И Уже Ближе К Завершению Сессии Два Раза Встретили В общем Эти Цены Вот Здесь Неспокойно И Тут Неспокойно Было В общем Остановили Как видите В районе 2170 Такая Даже Суммарная Цифра Получилась 2169 В общем Этот коридор Может быть Спротивлением Достаточно Аккуратно С ним Работайте И Смотрите Внимательно Итак Если Посмотреть На Недельный Срез Ядро Неделя 2150 По 2170 Даже WPS Не Включили Здесь Мы Пока На стороне Байера Ну В общем Коридор Поддержки Выделен Правильно Как раз Он совпадает С WP И Вот Граница Второго Нет Это Первое Отклонение Вот Поэтому Пробитие Вот этого Коридора Дает Зеленый Свет Для Продолжения Восходящей Динамики Тут Удерживали Байеры Тут Пока Байеры Тут Пока Байеры Поэтому 2150 2155 Первая Контрольная Точка Которую Должны Они Удержать Пробитие Естественно Вторая Уже Идет 2125 2130 32 FSX Ложные Запросто Поэтому Нужно Мониторить Непосредственно У терминала И никаких Лимитников Заранее Пока Время Неспокойное То есть Даже Если Пользоваться Лимитниками На вход То Присутствие То есть У терминала И Вот Сейчас Прямо Выставлять Эти лимитки Чтобы Через Секунду Две Ее Взяли А заранее За несколько Дней Ставить Лимитку И Ждать Пока Ее Возьмут Это Немножко Непрактично И рисково Поэтому С пробоями Вполне Может быть Такой сценарий Такой Всключать Не Ну Может быть Все Поэтому Нужно Готовым Быть И к Таким Последствиям Таким Сценариям Странно Так Дакс Сейчас Дакс Вот Такая Волатильность Была Почти 200 тысяч Контрактов Но Чувствуете Разницу По Ликвидности На Дакс И На СНП Ну Такая Вот Активность Значит 10 445 По 355 Это Уже Однозначно Контрольная Точка В качестве Поддержки Три раза Неплохие Массивы Были Ядро Пока Перенесли 10 600 10 700 Давайте Выставлю Более Точно Более Плотно 620 По 700 Это Ядро Контракта По Большей Степени Ликвидность Была На Втором Массиве И Вот Сейчас Подгружают Пока Спокойно Ведь После Такого Резкого Роста Два Дня Стоят Соответственно Покупатели Возможно Все Таки Остались И Сопротивление 10 780 10 800 Тут Две Сессии Пока Не Пустили Как раз Вчера Там Мы Остановили Это Сетка Уровня На DAX И РТС Плохой Звук Сейчас Проверим Так Все Я поставил Автоматическое Управление Звуком Ну Подстройкой Так Открытый Интерес Как видите Вчера И сегодня Набрали Позиции И Достаточно Неплохо Были Получше Времена На РТС С По Открытым Сделкам И Ну Громкость Максимальная Здесь Стоит Попробуйте Может Колонки Либо Наушники Максимально Стоит Надо Микрофон Купить Новый Вот Поэтому Эти Две Сессии Как раз Стоит Обратить Внимание И Выделить Уровни Которые Там Сформировались Так Как Там Позиции Непосредственно Открыты Были Открыты И Эти Сделки Еще Могут Быть Спокойно В рынке Поэтому Уровни Могут Защищать Более Надежнее Использовать Эти локации Для Открытия Позиции Миллион Двести Миллион Двести Сорок пять Тысяч Соответственно Девятого И десятого Числа Очень повышенная Ликвидность Была Как видите На срезе Контракта Это Явно Выделяющиеся Две сессии Девятьсот Было Тысяч Контракт Девятьсот Двадцать Девять Даже И Тут Как бы Две подряд Достаточно Неплохо Очень ликвидно Берем Ядро контракта У нас Девятьсот 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 Двести Это Основной Коридор Пока Мы Ушли Ниже Него Но Я думаю Вот этот Массив Еще Прощупали И Еще Дело За нефтью Посмотрим Как Будет Вести Себя Нефть Вроде Как Прошли Ну Говорят Что Будет Политика Трампа На Увеличение Добычи Нефти И Это Может Привести К Снижению Стоимости Барреля Вот Поэтому Временно Может Котировка Даже Из-за Этого Ити Заранее Хотя Посмотрим Так И Объем Который Бросили Почти Пробили То есть Ну Чуть Совсем Сходили Выше Сто Сто Второй И Весь Объем Который На 101 300 101 800 Берем В качестве Сопротивления Реакция Как видите На Лицо Поддержка Которая Выделила 96 597 200 Пока Еще Себя Подтвердила Поэтому Ставите Алерт На 96 400 И Ну Собственно Чтобы Не пропустить Пробитие Этого Коридора Тогда Уже Будет С Восходящей Динамикой Трудновато Давайте Посмотрим Что Там На Открывали За Эти Два Дня На Дельте Сейчас Мы Поменяем Здесь Времечко Так Девятого Сла Было Даже 57 Тысяч Контрактов На Стороне Байеров Причем Видно Как Массив Формировали В районе Вот Этих Цен Видите Здесь Десятка Тут Четыре Тут Три Споловиной Здесь Девять Пятьсот Шесть То Здесь Пятер То есть Такой Плотненький Коридорчик Незаметный Карта Леопек Не Согласовал Когда Они Уже Согласуют Ну Надеюсь Вы Понимаете Что Это Все Такая Игра Манипулирование Ценами Взрослые Мужики Не Могут Согласовать Дорожную Карту Ну Что Ж Так Еще Вот Плотненький Коридорчик Очень Неплохой Тут Активность Активность Проявили Селеры Поэтому Как Уровень Сопротивления Обязательно Стоит Выделить И Тот Самый Диапазон Который Еще Может Удержать Цену То есть Возможно Сбрасывали Байеров Которые На Этом Коридоре Зашли И Если В понедельник Мы Увидим Такую Постепенно Вы Пробьют 99.300 98.400 Аккуратно Будут Ползти До 99.500 В принципе Неплохой Неплохо Будет Если Этот Коридорчик Пробьют Дальше Уже Останется Сотку Преодолеть Опять Ж Как Будет Нефть На руку Или Не на руку Этой Тенденции Учитывайте Обязательно Нефтянку И Так Теперь Рубль Сланцевая Нефть Это же Очень Дорогой Способ Добычи Нефти И Непростой Ну Понятно Что Эпоха Дешевой Нефти Уже Прошла Я До сих пор Не могу Представить Как это Вообще Сложная Добыча С Сланцевого Газа Или Да Газа Вроде Так Это Наш Рубль И Пока Видите Здесь По Открытому Интересу Просматривается Некая Неуверенность Вот Четко Уверенность Есть С 15 Сентября По 13 Октября Тут Открывали Практически Постоянно Пару сессий Буквально Фиксации Промежуточные Потом Видно Уверенность В своих Действиях На этом Участке Просто Выходили Две Недели А вот Здесь Как-то Ну Совсем Не Позитивно То есть Вот Этот Рост Идет Не На Ажиотаж На Позиции Открыты Относительно Текущей Недели Буквально Сколько У нас Было 3.600 И Сейчас 3.254.000 То есть Даже Упало Количество Открытого Интереса К этой Позиции Вот Ну Как по мне Санцевый Какой-то Не совсем Правильный Способ Добычи Ресурсов В общем Не поддерживает Большинство Вот Эту Динамику До 67 Видите Буквально Немного Совсем Не Ажиотажно Ну И С точки Зрения Среднего Открытого Интереса По Контракту Пока Еще Не Ушли В Отрицательную Зону Зону Вот У нас Ядро Пятницы Ушли Вот Вот Явно Задействованы Некие Автоматические Торговые Системы Которые Генерируют Просто Огромное Количество Мелких Сделок И Соответственно Это Все Отпечатывается На В Суммарном Объеме Так Вот Этот Коридор 240 470 Возьмем Его Как Важный Для Мониторинга И 65500 Сейчас Мы Спот Еще Посмотрим Как Там Обстоят Дела Вот Здесь До Загрузились И С этого Уровня Как раз Пятница И Ушла В Принципе Неделю Плотно Торговали 64560 И 64300 Вот Коридор В принципе Прошлая Неделя Оставила Неплохие Объемы Как Для Той Статистики И Вот Этот Уровень Тоже Неплохо Выделить С него Как раз С большими Объемами Два Дня И Потом Такой Вот Активный Выстрел Итак С этого Момент Начался Декабрьский Контракт И Фактически Мы Увидели Такую Вот Разворотную Формацию Выше 67 Это Уже Полный Разворот Декабрьского Контракта То есть Полная Переверсивная Модель Возможно Перерыв Пересмотрят Столь Волатильную И Необъяснимую Динамику На рост Посмотрим Сейчас Что Про Дельте Проходит 238 Тысяч Контрактов Это Дельта На стороне Байеров И Это Дельта Только Из 4 Миллионов 273 Дельта Достаточно Огромный Показатель Сейчас По проценту Посмотрим Да 5,6 В среднем Вчера Вернее Девятого Тоже 5% Сегодня 0,5 Ну 5,6 Немало Я думал Там будет Около 2-3 Так Крупные По десяточке Вот Ребята 930 980 030 И 65 100 23 Тонны 65 330 Десятка Тут Вот Еще 40 тысяч Практически Это Самое Смелое Это Уже Видимо На руках Какая-то Информация У людей Есть Коридор Такой Интересненький 39 тысяч 10 и 15 тысяч Вот Плотненько Как видите И на самом верху Десяточка И тут Сразу же Шорт На десяточку Вот Вот так Вот Зафиксируем Эту десяточку На всякий случай 740 Поставьте Эталерт Могут Снова Остановить Так Вот Так Выглядит Волатильные Рынки Я выделил Самые Такие Плотные Забыл Вот эту Десятку Зафиксировать Ну Все Что Ниже Десятки Я Не Выставлял Уровнем Так В общем Вот так Вот Выглядит Картина После Выборов И Это Еще раз Подчеркивает Волатильность Статистическим Образом Передугадать И Покорить Очень Очень Сложно Каждый Раз Удивляют Просто Все Все Сильнее Сильнее Насколько Могут Сильно Толкнуть Рынок И За Какие Короткие Промежутки Времени Происходят Сильные Изменения В цене Диву Идиву Идиву Сейчас Поменяю Цвет Миллион Двести Восемьдесят Это Дельта А Ликвидность Шесть Шесть Шестьсот Шестьсот Сорок Восемь Три Дня Идет Повышенная По шесть Миллионов Тут Пять С половиной Дельта В процентном Соотношении 20% По данным Сейчас Выставлю По Да Миллион Двести Восемьдесят Это Похоже Что за Хотя Нет Было Тут Миллион Двести Семьдесят Четыре Вот Эта Сессия Одиннадцат Октября И Чуть Поменьше Шестьсот Семьдесят Тоже На этом же уровне Как Вы Видите Миллион Двести Это Уже Сильный Показатель Вот В этом Коридоре Было Одиннадцат Октября Потом Порядка Шестисто Тысяч Нужно Было Чтобы Защиту Оставить И Миллион Двести Еще раз Бросили Вот Здесь Вот Это Похоже Люди Знали Что Итог Выборов Скорее Сего Возможно Они Создают Манипулятивный Этот Рост Сегодня Триста Семьдесят А девятого Даже Было На Шестьдесят Тысяч На Продажу Давайте Посмотрим Ликвидность Топовая Шесть Шесть И Пять Пять Сот Вот Такая Ликвидность Здесь На самом Деле Пробили Уже 6550 На Споте И На Фьючерсе Этот Теопозон Как бы Еще Вроде Не прошли Но На Споте Уже Свою Контрольную Точку Преодолели Преодолели Вполне Может быть Какие-то Меры Будут Содействовать На Следующей Неделе Если Все-таки Вернется На 65 64500 Вот Тут Главное Будет Я думаю На этом Коридоре В районе 6375 6450 Этот коридор В качестве Поддержки Вполне Может В ближайшее Время Если даже Этот коридор Вот первый уровень Проблемный А вот второй То есть Здесь Могут Удерживать Либо же Здесь Поэтому На них Обратите Внимание 65 65 50 И 63 50 По 64 50 Это На Споте Евро В Саудовской Аравии Так Низко Залежи Нефти Я читал Какую-то Статью Что Там Очень Очень Много Лет Назад Нас Еще Тогда Не Было Как В принципе Были Динозавры Еще Наверное В общем Какие-то Были Моря Очень Мелкие И Там Было Много Планктона Водорослей Подобных Элементов Которые Складировались Тысячи Лет И Поэтому Там Такие Вкусные Залежи Нефти Так Открыт Интерес По Еврику На этом Контракте Сейчас Я поставлю Начало Сентября Итак Здесь Наоборот Здесь Не Открывают Позиции И С Второго Числа Только Фиксируются Потихонечку Потихонечку Каждый день То есть Будет Поддержка Ликвидность Тоже Повышенная 300 тысяч Контрактов 284 И 230 Так Шесть Давайте Сейчас Дельту Посмотрим Еще По Еврику Тут Все Соответствуют Динамике Значит Значит С 31 Числа По Текущий День Одни Продавцы И Открыт Интерес Падает Значит Возможна Смена Динамики В ближайшее Время По Крайней Мере Ликвидность Тоже Повышенная Но Уже Немножко Утифон Значит Канадский 6К Так Значит Канадский 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 0.75 По 74.50 Это Вот Основной Диапазон Потом В Три Сессии Вот 8 9 И 10 Была Повышенная Ликвидность И Вот Пока Успокоились То есть Вот этот Волатильный 8 числа Маневр До 0.73 95 Пока Вот Каким-то Крупным Объемом Остановили Вот здесь Поэтому И Снижение Идет Очень Очень Подозрительно Обычно Ну Канадский Я Не в Совершенстве Знаю Но На СНП Обычно Такие Сессии Потом Заканчиваются Прострелов Наверх А там Уже 0.75 Нужно Смотреть Ну Вот Коридор Который Нужно Преодолеть В Первом Случае Неспособность Пробить 74.20 Уже Будет Говорить О слабости Байеров Поэтому Никаких Покупок Пока 0.74 20 Не Пробьют Пам 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 Сейчас Скажу По Канадскому Сегодня И вчера Одно Поворот Открывали Позиции Так что Сейчас По дельте Посмотрим Да И сегодня Даже Покупают Эти Так что Не все Так плохо Вот здесь Тоже Покупали Фиксировали Как раз Когда была Волатильность Этих Байеров Скинули Участок На Байерах Вот он Весь То есть Вот эта Плита Очень Важно Чтобы Котировка Вышла За 0.75 20 Тогда Это Дельта Которая Была Будет Объясним Так Идем Дальше Какой Еще Канадский И Франк Так 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 Шесть S Японса Японса Так 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 И И франкиус. Тут все было зелененькое. Все было хорошо. Весь просто чарт. И вот тут гипер вынесли всех. Отличненько. Итак. Дельта даже 8 числа 9 и сегодня на стороне Байера. Вчера было полторы тысячи на шорт. И вот этот 2 числа плотный, просто невероятно плотный массив продавцов. Стоит зафиксировать. И если в ближайшее время не восстановится франк на и не наберется сил для атаки 2.75.0.33, скорее всего, динамику нисходящего мы увидим в продолжении. То есть, восходящую динамику не скоро, может, увидим. Но, вот, три сессии из пяти на этой неделе, на самом деле, вот, сражаются потихонечку, как могут, покупки пока еще проходят. Если бы их не было, тогда уже все, можно поставить было крест на восходящей динамике. Ну, и плита, которую достаточно долго они формируют в этом контракте, 0.165. В большей степени, вот она, самая плотная часть. И вторая активность, вот. пока еще удержали и не пробили. То есть, вот они, три сессии и тормозят, скорее всего. Я с опционами пока еще не симбиоз опционов и объемного анализа. Есть логическая цепочка, но нужно поработать с данными по статистикой пока времени не хватает. японец было желание японца рассмотреть. Так, японская иена. Значит, открытый интерес у нас три дня открывает сделки, вот они. и открыли 68000. Да, это пиковое значение открытого интереса за декабрьский контракт по паре иена-доллар. Пик, пик активности вот данной точке. Четыре сессии идет снижение плюс реверсивность вот эти две сессии. в общем вот этот коридор очень важный будет и в понедельник. 94.43 93.65 максимальная активность открытых позиций в этом контракте. Посмотрим по ликвидности что там. И не особо большая ликвидность в этом контракте. Самая крупная 373 тысячи здесь 100 тысяч. Хотя позиции открыли очень много. Обычно у них порядка 150 120 ликвидка идет вот со сессию. По дельте все 5 сессий на покупках. Все включают даже сегодняшнюю пятницу и фиксацию там шортов. Поэтому вот эта дельта может еще и запутать. Ну в любом случае расширение коридора за 94.43 для подтверждения активности байеров и самых активных по открытому интересу необходимо просто край. Затем 95.24 раз по дельте мы не упустим и просмотрим. 7.5 вчера сегодня 700 в среду 947 и там по 4 тонны. там где по 4 понятно это одни и те же работали крупные участники интересно вот 4000 контрактов у вас на торговлю на валютном фьючерсе и представьте вам два дня нужно ну не два а хотя бы день размещать эту ликвидность а то и больше наверное волатильный этот йен в общем поддержка это коридор 9374 по 75 9381 84 можно в принципе его объединить вот таким образом и пока вот стоят у этого коридора сейчас мы еще захватим 9388 похоже что безрезультатно дельта вполне возможно закроется как раз в этом коридоре что не очень хорошо для покупок да и в принципе результат активности байеров сегодня абсолютно слабый то есть пока они держат в этом коридоре цену собираться на покупки в понедельник я бы допустим не начинал хотя бы нужно преодолеть максимум пятницы ну в общем слабо пока пятница показывает активность байеров в понедельник она восстановится будет неплохо так вот так выглядит иена у нас вся ликвидность вот 94 по самый минимум то есть очень плотный диапазон и контрольный уровень на этом контракте самый ближайший контрольный уровень потом идет 95 даже 96 фактически 95 50 тут у нас селлеры похоже постарались и тут у нас тоже похожи они 96 93 97 24 стопы сняли даже до первого массива вот массив первый и аж туда достали нет первый массив повыше чуть-чуть ну практически тоже сильная волатильность была вот эта сессия с ликвидностью там сколько там я говорил дельта 7 с половиной вроде да 7 499 это поддержка не только но и дельта подтверждена так и еще у нас остался на самом деле важнее было посмотреть индекс доллара индекс долларов тут идет фиксация 3 дня выходит поэтому динамика по индексу доллара похоже заканчивается топливо и могут вполне тут осложнения быть с дальнейшим ростом 99 видите пока в этом контракте непреодолимая преграда тут соответственно важный коридор за четверг сделали ну и потом еще в середине октября 98 и 6 99 возьмите в качестве даже не 99 98 85 плотный массив в середине октября сформировали и поддержку вот эту 97 2 по 97 45 это вот меж этих огней и ядра контрактов в ближайшее время может быть баталия ликвидность была 9 числа 87 тысяч контрактов и завершение недели прям у максимума что в принципе неплохо для байеров и это может подтвердиться ядро перенесли 97 не принесли а уже допаковали существенно 97 65 98 поддержка есть сопротивление есть и ликвидность возвращается на обычный режим но постепенно дэкс должны уронить давайте посмотрим так ли это покупки 2500 из них на 99 1400 возможно это крупные стопы вот этих селлеров но я не думаю что они такие глупые что прямо там вы поставили стоплос я думаю что они вышли еще раньше и уже эти деньги в Лас-Вегасе даже проиграть успели так ну в общем с третьего числа буквально до сессии это девятое число но тут объяснимая дельта на 300 контрактов скорее всего байеры которые были 4 дня подряд в этой части в этот период им просто сбросили на 300 контрактов стопиков вот здесь концентрирована очень крупная дельта суммарно по индексу доллара и сегодня тоже продолжается с учетом того что они неплохо так прошли здесь вполне могла быть отрицательная дельта фиксация интердейщиков и еще что-нибудь но этого нет пока позитивно могут для проверки видите здесь очень так четко все уровни поддерживаются пока еще не пустили этот уровень ниже хоть и прокололи но это понятно латинность и вот сопротивление которое пока на этой неделе прошли но надо еще закрепиться для проверки ликвидности выше 99 вполне могут на пару дней уйти выше потом вернуться это им просто как развлечение для для них это не составляет особого большого труда итак январь 17 открытый интерес идет на снижение кто подскажет ближайшую дату экспирации чтобы я не смотрел спецификацию контракта кто нефтью торгует должны в принципе знать скоро не скоро февраль март ну это понятное дело если экспирация на январь скоро никто не знает официально сейчас скажу 1 12 да ну 2 недели понятно с учетом динамики фиксируют в любом случае плюс осталось буквально еще 2 недели текущего контракта январьского и тут продажи идут в принципе немножко не совпадает если бы шортили и фиксировали шорты то это была бы покупка но тут дельта зашкаливает по 7 тонн по 7 по 5 3 сессии в общем тут агрессивно бьют целлеры но интерес падает интересная комбинация так февраль набирает позиции но там ликвидность неплохая вроде и тут тоже видите продажи на февральском крупные сейчас посмотрим сколько там дельта 4 4 и 3 тоже не слабенькая так что здесь пока идет баталия и возможно искусство будет не самый лучший установите пока дельта давайте по дельте сейчас посмотрим на инвальском 2 сессии по 7000 это даже это уже регулярно происходит 7 7 7 дельта 27 пошли щупать сейчас кое-что так вот у нас 255 тысяч было после выборов как видите ликвидность больше даже была до выборов чем после вот средний срез ликвидности вот этой динамики и средний срез вот здесь так ну посмотрим что там февраль тоже самое ажиотаж какой-то на выборах тут не пришелся так сейчас мы сели посмотрим ну важнее что на серии будет показано чем на бренд поэтому еще не все так плохо так на си золото в самом конце ничего не забери не забыли мишин так сил у нас ликвидность декабрьский контракт так неудобно с этими короткими контрактами нефтянки так 95 и декабрь у нас 500 пока активно еще декабрь поэтому будем на него ориентироваться так открытый интерес резко в декабрьском уходит просто фиксация жестко идет ну раз на январьском открывают значит там фиксируется похоже что заканчивается декабрьский на сельке кто точную дату экспирации знает по light sweet crude oil было бы сейчас отлично если там неделя осталась до экспирации тогда понятно на январьском на следующем по после декабрьского контракта идет 4 дня открытия позиций и это все выглядит еще и на продажах все 4 дня были селлеры и все 4 дня позиции открывали печально но вот такой вот вердикт ликвидность пока ну на декабрьском больше но здесь уже треть в основном восстанавливает поэтому уже как видите атакует 44 4 44 4 раз и как видите пятница торгуется как раз у минимумов и это подтвердить дальнейшее снижение как минимум ближайшее время обратите внимание след массива продавцов просто невероятно агрессивный тут прям целый улей не пускали вообще байров никак так возьмите его на заметочку пускай у вас будет особенно агрессивный вот он у нас супер коридор тут самая большая часть второй по значимости вот еще идет уже у 44 4450 4420 давайте я возьму вот так выставлю будете на всякий случай мониторить если вот эта цена 4350 крайне неуверенно будет пытаться пробивать понедельник вторник котировочку соответственно ну с покупками пока пауза пока не уйдем выше 45 тут очень огромный массив селлеров и дельта 4 дня только за ними по 20 тысяч по 19 нафиг на январьском сейчас посмотрим дельта сейчас фунт посмотрим на январьском идентично то же самое агрессивное до безумия прямо агрессивное тут все в красных оттенках особенно вот эти вот ребята тут самая объемная локация дельта 20 10 8 это на январьском такая же дельта фактически на декабрьском тут 19 20 17 оккупировали все контракты селлеры поэтому пока не уйдут выше 45 44 с половиной покупать можно чисто спекулятивно до ближайших уровней сопротивления не более фунт 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 сейчас уже здесь подтвердилась пока динамика продолжают вот они вот этот позитивненький рост наверх но коварная ситуация на самом деле тут еще не все стопроцентно значит у нас получается контрольная точка 1 25 20 ее пока пробили и почему-то возвращаются обратно 26 вот висят они видите то есть обычно если байеры очень раскачали маркет до безумия то сессия закрывается на максимуме ближе к максимуму значит плита у нас 23 90 23 24 30 ядро контракта тут с закрытыми глазами можно было заметить прям плита на самом на 22 в общем-то как вариант что это прокол вот этого максимума и возврат обратно либо же коррекционный момент в понедельник дадут еще вход на покупку то есть ближе к этим коридорам смотрите на предмет поддержки только уходит ниже 24 уже с покупками стоит повременить потому что вот эта поддержка не просто так формировала 4 сессии если пробивает все там уже сценарий на покупку только с ядром давайте проверим по дельте дельта 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 у нас 2 дня за байером особенно вчера значит тут у нас 333 800 продавцы и по открытому интересу ну тут вчера открывали вчера дельта 3 на покуп на покупателях поэтому могут 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 вот 3000 открывали позиции ну как открыли так здесь могут и закрыть поэтому внимательно следите за контрольными точками вот как раз они массив этот пробили тут видите как трудно было следующий вот он 27 28 и 40 и напоследок золото 20 1276 по 12 54 просто плита плотненькая плотненько плотненько которую вот вот так вот взяли и легко пробили буквально за 2 за 2 сессии прошли то они неделю такой диапазон не могут он смотрите неделя торговалась в коридоре тут они этот коридор прошли за день два ликвидность ажиотаж падает здесь повышенная была понятно тут повышенная то естественно давайте посмотрим что он подкрытым интересом фиксирует декабрьский контракт по объему сейчас посмотрим пока еще есть ликвидность февральский уже заходит 129 тысяч декабрьский все активны в общем здесь было понятно что неуверенность огромная на рынке то открывает то закрывает позиции и тут вообще выходит больше внимания сейчас на ну как смысл открывать позиционно после важного события сделку если скоро будет экспирация логично поэтому открывают дальний февральский и тут у нас по дельте вуаля даже тысячу контрактов за весь день насобирали на продажу даже смешно получается на активном по 5 по 8000 целлеры стоят и по кластер чарту тут стоит выделить в общем то снижение стоимости нефти соответственно стоимость добычи золота так как стоимость нефти включена в стоимость золота тут как бы как бы мы не хотели чем дешевле нефть тем дешевле добывать золото соответственно и золото будет дешевле ну, по крайней мере взаимосвязь непосредственно такая как как эти монополисты по золоту как же Debers да, Debers вроде, компания не, это по алмазам по алмазам ну, в общем-то не связаны но, как бы не, понятное дело но, когда добывает золото участвует техника, участвует кучу промышленных процессов в добыче золота там столько роды нужно пересортировать либо же отсеять очень много косвенно участвует да, ну, не напрямую конечно, не нефтью роду эту разрыхливают, но как затратная часть так в общем, коридоры активных селлеров выделены и про сценарий компании так, раз, два, три, четыре подряд четыре подряд сессии гиперволатильны и идут на снижение корректировку посмотрим, как будет корректироваться относительно 50-й и 65-й если даже за 65-ю уйдут то может быть мы видим как раз и прокол хотя все может быть и там, и там на февральском и на декабрьском пока дельта на шорт когда появятся на покупке тогда уже будем говорить о покупках о компании значит читал статью на Forbes интересную и она вроде даже и сейчас есть вы можете ее найти крупная компания которая занимается добычей нефти и там про каждую компанию их там 20 всего рейтинг Forbes есть как бы небольшая статистика в этой статистике указывается с какими компаниями сотрудничает в российской федерации компания потом оборот контрактов суммарный вернее суммарно эквивалент заключенных контрактов примерно там добыча да и смотрю одну компанию там связь контракт с какими компаниями в российской федерации заключены контракты и там газпром допустим Роснефть и так далее и так все 20 компаний я взял эту статистику ну и в в экселес занес чтобы отсеять необходимые результаты увидеть и оказывается что практически из этих 20 компаний большинство контрактов у Роснефти практически со всеми у газпрома не так много было контрактов буквально там 2 из 20 или 3 вот и контракты по большей степени там указывалась цена средняя цена контрактов до конца 2016 года в районе 49 51 доллара то есть если нефть торговалась дальше по 51 доллару это в принципе было бы отлично вот в общем выше 50 долларов это уже сверх прибыль и цена на нефть похоже нас будет устраивать и обратила внимание я очень мало смотрел котировку по Роснефти не обращал внимания и начал исследовать статистику смотреть взаимосвязь рекомендую похоже что газпром уже просто имя там вроде очень ну просланцевый как раз сланцевую добычу нефти или газа и эти проекты вроде как не особо выстреливают поэтому у Роснефти очень много направлений которые развиваются и они добычу увеличили вроде еще сильнее то есть ну у них задача как раз поиски месторождений и они ну немало средств как бы на это выдвигают плюс я зашел на их сайт почитал состав управляющего звена и оказалось что там половина основных таких важных должностей ну инженеров и управленческая часть это британцы вот и потом оказалось что Британия там владеет какой-то частью акций процент у них вот поэтому в перспективе как бы вот если на какие-то там долгосрочные инвестиции можно проанализировать посмотреть непосредственно руснефть так руснефть давайте возьмем больше масштаб практически все что там есть в истории проверим до каких у нас годков история проснефти в принципе тактически на управленческий орган в компанию иностранцев квалифицированных это неплохой ход то есть это во-вторых если немаленький пакет немаленьким пакетом владеет английская компания то я думаю они для строковки обязательно было важное условие управленческий орган ну тоже какие-то свои люди чтобы они изнутри мониторили события внутри компании то есть это англичане обычно так и делают в принципе неплохой логический правильный ход итак это 2013 давайте посмотрим может еще есть котировочка давайте десятый возьмем 5 years вот еще есть итак вот у нас за 5 лет фактически котировочка по Роснефти что мы видим оборот падает по акции ликвидность было разы больше 2011 году но это само собой это понятно я здесь не учитывал ни дробления ни разные по акциям нюансы когда там выкуп идет либо еще что-нибудь чисто объемный анализ оборот спекуляции на этой акции достаточно сильно упала то есть вот как вы видите 900000 по сравнению с ликвидностью за неделю 11 миллионов и 900000 ну в 10 раз фактически последняя активность в районе 2400 ну ниже чем в среднем за 5 лет и даже ниже чем за последние 2 года это по статистике причем вот после лета осенью затишье очень сильное как видите летом оно началось с июня и пока вот да вот в октябре еще был всплеск на самом максимуме здесь объемчики прошли неплохие 59 67 возьмите для Роснефти важный уровень тут и поддержка 29 по 20 допустим объемный анализ для акций просто песня тут если заходят покупать крупные байеры то они существенно и весомо это делают допустим вот этот уровень который сформировали здесь после коррекции защита проходила ну на повышенном объеме 3 миллиона 600 если уже защищают поддержку то защищают и ступенчество видите идет все массивы которые вообще проходят все расширяются на покупку пока вот остановились у 70 далее блокпост 200 193 тут крайняя точка для таких горизонтов крупных сейчас давайте еще покажу вам в общем если торгуете РТС обязательно с корреляцией по Роснефти сверяйтесь для такой общей динамики не помешает есть хорошие там моменты не буду вдаваться детали сейчас мы возьмем баровый график по Роснефти видно что в что видно сейчас я покажу вот смотрите тут массив вот обратите внимание дельта идет на акции каждый каждый день в день видите тут нет такой активности как на фьючерсе то покупки то продажи то покупки то продажи продают так продают вот две недели продавали так оно и шло появился байер вот снова 4 дня продают так продажи рынок и продается если крупная покупка вот она действительно была крупная покупка и сразу меняется дельта соответственно из покупок выходишь очень чисто технично и хорошо нет лишних похоже участников так как ороснефти вспоминают периодически но не такая популярная как газпром допустим сбербанк здесь техничные работают уровни и спокойнее будет в разы это вам как бы такой сюрприз на новый год в общем динамика продолжалась нисходящая пока не появился первый байер первый байер ну это сессия на покупку здесь пока перед выборами видимо было немножко нервыще катали у всех и 126 тысяч контрактов дельта вот она прошла затем такие же покупки и да 100 тысяч покупки давайте посмотрим на дельте на дневке 100 тонн 34 и здесь 126 здесь сжата шкала поэтому не удивляйтесь если такие объемы так 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 лимиты подправить вот у нас крупный пакет продаж и точечная активность 50 тысяч могли скинуть по стопам под маневр попали этот волатильный вполне вполне может быть вот продажи эти крупненькие шли если не ошибаюсь они как раз этот диапазон и не прошли в общем по тем наблюдениям еще я копаюсь в ней для надежности ну по стратегиям по тактическим действиям но в разы техничнее чем сбербанк и газпром в разы плюс стабильная дельта это очень важно это очень-очень важно более чище фактически меньше популярный менее популярный инструмент это особенно какая-то тихая гавань которую вообще никто не трогает оно там торгуется себе несколько участников особенно не пыльно и по чуть-чуть по чуть-чуть без особой агрессии по объему можно использовать так сейчас мы на корреляцию вам так так вот она макушка вот у нас идет РТС РТС красный а белым Роснефть да вот второй график как раз РТС вот коррекционный момент для акции отлично дальше продолжает идти РТС можно было использовать как триггер на вход тут также РТС уходит раньше Роснефть еще три дня стояла на максимуме потом только ушла можно использовать неплохо для ну как видите по дельте вот расхождение в корреляции дарит дарит небольшие бонусы Роснефть просто на раз плюс для определения векторного направления РТС почему бы и нет использовать как индикатор в общем присмотритесь обязательно рекомендую на сегодня все всем хороших выходных теплых выходных и попутного тренда на следующей неделе берегите себя впереди новогодние праздники всего на лучшего до следующего WallSuite Online до свидания пока